Здравствуйте! Вы смотрите и служите новости на CBC и CBC FM. Меня зовут Руфат Халафов. В начале информационного выпуска коротко о главном. Время расплаты для военных преступников. Задержан еще один участник Ходжалинского геноцида, подозреваемый в совершении в городе Ханкенди пыток в отношении пленных азербайджанцев. Три года назад был положен конец 27-летней оккупации Агдама. Потерпев поражение в 44-дневной войне, Армения подписала акт о капитуляции. 20 ноября 2020 года город Агдам и оккупированная часть Агдамского района были возвращены Азербайджану. Ещё 25 семей переселены в село Забух Лачинского района в рамках программы Великого Возвращения. В настоящее время в селении обеспечено постоянное проживание 96 семей, то есть 382 человек. В Азербайджане в настоящее время таможенные поступления составляют 35% ненефтяных доходов государственного бюджета. Такие цифры озвучены на форуме «Таможня бизнес-2023» проходящем в Баку. Сегодня состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирака Абдель-Латифа Джамала Рашида в расширенном составе, после чего состоялась церемония подписания Азербайджана иракских документов. Далее главы двух стран выступили с заявлениями Депрессы. Подробнее смотрите в следующих выпусках новостей на СБС. Задержан еще один виновник Ходжалинского геноцида Рашид Бигларян. Ведутся расследования на основании информации, предоставленной самим участникам Ходжалинского геноцида Бигларяном. Служба государственной безопасности Азербайджана сообщила о том, что ведутся комплексные расследования преступлений против мира и человечности, а также военных преступлений, совершенных в прошлом армянскими незаконными вооруженными формированиями на освобожденных территориях Азербайджана. Подозреваемые в пытках азербайджанских военнопленных и других защищенных международным гуманитарным правом лиц, ранее содержавшихся в детской больнице номер 3 города Ханкенды с ограничением свободы, в совершении других тяжких преступлений против мира и человечности военных преступлений, а также в участии в деятельности армянских незаконных вооруженных формирований. Бигларян Рашид Армайси был задержан по обвинению по статьям 112, 113, 115.2, 279.1 и 318.1 Уголовного кодекса Азербайджана. Лица, подвергшиеся вышеуказанным пыткам, были установлены и признаны потерпевшими по данному уголовному делу. В ходе допроса обвиняемый Рашид Бигларян, сообщив о причастности к совершению Ходжалинской трагедии в феврале 1992 года, заявил, что 25 февраля 1992 года вооруженные силы Армении и действующие под их командованием армянские незаконные вооруженные формирования совершили нападение из города Ханкенды на город Ходжалы, населенный преимущественно гражданским населением. Согласно заранее установленному плану, уцелевшим азербайджанским мирным жителям были даны ложные обещания, что они могут безопасно пройти через Аскеранский район в направлении Ахдамского района. 26 февраля 1992 года вооруженные формирования, в составе которых входил Бигларян, с целью массового уничтожения азербайджанцев устроили засаду и расстреляли из автоматического оружия около крепости Аскеран до 200 мирных жителей, в основном женщин, детей и пожилых людей, двигавшихся вдоль побережья Горакчая в сторону Ахдамского района. После того, как члены преступной группировки разграбили личные вещи погибших, их тела были захоронены вокруг Аскеранских крепостей. Мы разобратили политику неоколониализма Франции на глобальном уровне. Об этом говорит сововращение президента Азербайджана Эльхама Алиева к участникам проходящей в Баку конференции движения неприсоединения на тему развития прав и повышения полномочий женщин. Подробнее об этом и о ходе конференции расскажет моя коллега Жаля Гусейнова. Здравствуй, Жаля. Слово тебе. Здравствуйте, студия. Наша съемочная группа продолжает отслеживать работу Международной конференции движения неприсоединения по развитию прав и продвижению возможностей женщин. Прямо сейчас рядом со мной находится представитель Государственного комитета по проблемам семьи женщин и детей. Эльгин Сафаров. И он подробно расскажет нам о важности данного мероприятия. Эльгин Мелем. Здравствуйте. Я бы хотела, чтобы вы рассказали подробнее об этом мероприятии, а также о том, каково, какую роль играют сегодня в современном обществе женщины. Сегодня пишется история, в первую очередь. Потому что в рамках движения неприсоединения первый раз за историю этой организации проходит организация, посвященная защите прав женщин и девочек. Поэтому Азербайджан поставил приоритет. Является первенство ведет в этом направлении. И защита прав женщин и девочек в этом направлении обсуждаться будет на разных панелях. Поэтому, когда мы говорим о защите прав женщин в рамках движения неприсоединений, сегодня создаются новые стандарты, развиваются эти стандарты в рамках этой встречи, этих конференций. Будут поставлены, приняты специальные решения. И документ, который будет гласить о дополнительных действиях уже в следующем году, так как Азербайджан передает свое председательство Уганде, и там уже будут продолжаться эти направления. Поэтому, когда мы говорим о защите прав женщин, Азербайджан начал первым и будет продолжать это направление в рак и движении присоединения. Другой момент, что Азербайджан в этом направлении будет рассматриваться в данный момент наряду с главным мероприятием, два сайдевента, то есть мероприятия, которые происходят одновременно. Первое посвящено организациям, неправительственных организаций по защите прав женщин, которые тоже первый раз за историю движения неприсоединения происходят в Азербайджане. И завтра будет осмотрена встреча по неолоколониализму, вопросу борьбы с колониальной политикой, введения превентивной политики в этом направлении. Что Вы можете также сказать о создании женской платформы на полях движения неприсоединения, так как мы знаем, что Баку является инициатором создания, так скажем, бакинской инициативной группы, парламентской сети движения неприсоединения, а также молодежной организации? Азербайджан сделал свое предложение, чтобы эта организация была создана в рамках неприсоединения движения и в этом направлении ведутся работы. Но главная цель является последствием создания этой организации, последствием создания общих стандартов неприсоединения, развить эту тенденцию, эти стандарты и международные комбинационные нормы в международных отношениях. Мы знаем, что сегодня движение неприсоединения нам является второй по величине самой большой организацией после Организации Объединенных Наций, поэтому и стандарты ООН, которые зафиксированы в международных комбинациях по защите прав женщин, имплементируются напрямую через нам. Спасибо большое, Эльгин Мелим. А я напомню, что рядом с нами информацию о мероприятии нам предоставил Эльгин Сафаров, представитель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей. А мы будем продолжать отслеживать данные мероприятия, передавать самую оперативную информацию вам в студии. Спасибо, Жаль. Жаль Гусейнова рассказала о ходе конференции движения неприсоединения. Европа продолжает демонстрировать двуличие. Сговорившись, парламентарии европейских стран заявляют о поддержке милитаристских намерений Армении и осуждают Азербайджан на протяжении десятилетий, страдавший от агрессии. По мнению экспертов, Азербайджан столкнулся с той же ситуацией, с которой сталкивается в своем отношении Россия. А именно с темой двойных стандартов. Точно так же, как наша страна долгие годы набивала шишки в системе контактов с Европой, США, так и Азербайджан сейчас может видеть то, какие же лицемеры, такие лживые обманщики европейские, американские руководители. Итог налицо. Мы видим то, что сейчас Азербайджан будет обвинять в том, что был сделан незаконный выслал населения с территории Карабаха. Завтра будет его обвинять в том, что Азербайджан провел геноцид армян в Карабахе. Я в этом более чем уверен. И, соответственно, эту ситуацию могут развить вплоть до того же уровня, который был в отношении Турции и Армении в период Первой мировой войны. У Армении же, по словам экспертов на западном направлении, напротив, сейчас все хорошо, как никогда. Во всяком случае, такое впечатление складывается, глядя как на интенсивность контактов Еревана с ЕС и США, так и на темы переговоров. Европейские институты, как и в целом Запад, исходя из собственных геополитических или экономических выгод, поддерживают территориальную целостность одних стран и позволяют себе пренебрежительно относиться к территориальной целостности других. Как утверждают эксперты, в Азербайджане вполне резонно могут поставить вопрос о том, нужны ли ему контакты с такой Европой, где двойные стандарты и подмена понятий возведены в норму. То, что мы увидели резкое ухудшение по линии контактов Брюссель-Баку, это не что-то неожидаемое. Напротив, до этого Брюссель пытался подкупить Азербайджан, обещая какие-то политические выгоды, экономические проекты. А сегодня он попросту стремится затопить Азербайджан как наиболее сильное государство Южного Кавказа. И, соответственно, сделав ставку на Армению, ввести свои войска, ввести свою политическую систему управления не только в рамках Армении, но и в сопредельных государствах. Поэтому, действительно, Азербайджан столкнулся с пока что непонятной для него ситуацией, но ситуацией, которая привычная, давно уже для России. И в данном случае нужно Баку опираться все-таки не на таких мимолетных попутчиков, как Европа, а на более стабильные, например, как Россия. О двойной игре Запада мы поговорим с гостем на прямой связи со студией политолог Ильгар Велизаде. Ильгар Велизаде, здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Учитывая, что США проводят слушания в Комитете по международным отношениям провокационную тему, цитата, «будущее Нагорного Карабаха», в чем, на ваш взгляд, заключаются геополитические ориентиры США на Южном Кавказе? Я так понимаю, что вообще Соединенные Штаты на нынешнем своем этапе не ориентированы, а дезориентированы, причем очень серьезно дезориентированы теми политическими кругами, которые действуют в самих Соединенных Штатах относительно их интересов, стратегических интересов в нашем регионе. А дезориентируют их, понятно, кто это, проармянское лобби, это люди, которые преследуют свои корыстные интересы. Мы знаем, что в следующем году в Соединенных Штатах Америки состоятся выборы, президентские выборы. Ну вот, видимо, в погоне за голосами этих армянских лобби предпринимаются такие попытки. Эти попытки, честно говоря, не соответствуют ни стратегическим интересам Соединенных Штатов Америки, ни стратегическим интересам двусторонних отношений между Азербайджаном и США, которые складывались на протяжении последних 30 лет. И хорошо бы тем политикам, которые сегодня озвучивают вот эти тезисы, обратить внимание на характер двусторонних отношений, на договорно-правовую базу, на различные этапы взаимодействия между Азербайджаном и Соединенными Штатами, чтобы понять, насколько сильны позиции Азербайджана в этом регионе и насколько в разные периоды Азербайджан оказывал очень существенную поддержку Соединенным Штатам Америки. Взять хотя бы афганскую компанию Соединенных Штатов Америки, через Азербайджан проходил соответствующий распределительный маршрут, обеспечивающий американских войск всем необходимым. Я уже не говорю энергетические проекты, которые реализовывает Азербайджан, они абсолютно служат интересам союзников Соединенных Штатов Америки по НАТО. Так что вот те люди, которые вещают такие вещи, те люди, которые об этом говорят, в частности у Брайана и другие его коллеги, они, скорее всего, не дезориентированы, полностью дезориентированы, не знают сути и специфики азербайджанно-американских отношений и своими вот этими неуклюжими действиями только вредят интересам Соединенных Штатов Америки. Илья Армян, ну тоже двойную игру мы наблюдаем с вами со стороны Франции, которая говорит об одном, а в итоге говорит об урегулировании армянно-азербайджанских отношений, но при этом подходы риторикой говорят совсем об обратном, когда Франция поставляет Армении вооружение. Как следует понимать вот эту двойственную риторику и на что она направлена? То же самое примерно наблюдается в отношениях между Францией и Азербайджанами, регионом в целом, потому что там вверх оводят именно какие-то проармянские круги. И кроме того, конечно, и в данном случае и Соединенные Штаты, и Франции, вот нынешние политические круги, управляющие этими странами, ну преследуют свои корыстные какие-то собственные интересы и пытаются реализовать достаточно сомнительные проекты в нашем регионе. Также Франция пытается создать в Армении, из Армении очередного своего регионального сателлита, чем заканчивались в других географиях такие самые проекты Франции, мы видим. Это просто фиаско французских интересов, это, к большому сожалению, очень плачевная ситуация в различных регионах планеты, где Франция пыталась обеспечить свои интересы вот таким образом. Посмотрите, что происходит в Западной Африке, посмотрите, что происходит на Ближнем Востоке. На Ближнем Востоке фактически Францию оттуда выгнали из Западной Африки, Францию оттуда выгоняют. Ну вот теперь пытаются они закрепиться где-то в Армении, чтобы, скажем так, реализовать свои политические интересы в большом таком регионе, Юго-Западной Азии. Армения – это инструмент. Все прекрасно понимаем, что Армения не самоценна для Франции. Там нет таких ресурсов, которые могли бы каким-то образом послужить, скажем, усилению позиции Франции как таковой. А в то же время в Азербайджане Франция реализует очень большие проекты, в частности, компания «Тоталь». И за последние десятилетия Франция вложила в Азербайджанскую экономику намного больше, чем в армянскую экономику. Но Макрон, нынешний руководитель Франции, который последние годы руководит страной, он не понимает, что своими действиями он тоже фактически торпедирует те процессы, которые были начаты его предшественниками и которые нацелены на усиление роли Франции в регионе. Вот такие топорные действия таких недалеких политиков в конечном итоге приводят к тому, что собственные интересы этих государств страдают. Мало того, что собственные интересы их страдают, они пытаются вовлечь в эти сомнительные игры, в частности, Франция, Европейский Союз. Сделать Европейский Союз своим инструментом в продавливании вот этой политики. А в Европейском Союзе членами Европейского Союза являются 27 государств, с 9 из которых у нас есть отношения стратегического характера. Франции все равно, с кем у Азербайджана стратегические отношения в странах Евросоюза. Им не интересны интересы государств, своих же союзников, фактически коллег. Им их интересы не интересны. Им не интересны интересы Италии, им не интересны интересы стран Евросоюза, Балканского полуострова. Им интересны только собственные интересы. И вот здесь они пытаются использовать руководство Европейского Союза, в частности, главы европейской дипломатии Борреля, в качестве вот такого послушного инструмента для продолжения своей политики. Это абсолютно возмутительно, потому что это возмущает не только нас, это возмущает коллег Франции, ну фактически союзников Франции, тех стран, которые находятся с ней в одной организации в Европейском Союзе, которые все чаще говорят о том, что такого рода действия, еще призывы этих политиков, скажем так, ну оказать поддержку этому курсу абсолютно несостоятельны, поскольку это курс в никуда. Это курс, который вредит интересам той же Венгрии, Румынии, Италии и целого ряда других государств Европейского Союза. Хорошо бы, если они бы подумали, кроме своих интересов, и о интересах своих, скажем, тех стран, которые составляет этот самый Европейский Союз. Сегодня в Азербайджане отмечается день города Агдам. 20 ноября, три года назад, Агдам был освобожден от 30-летней армянской оккупации. В результате безоговорочной победы Азербайджана в Отечественной войне, согласно одному из пунктов трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, город был защищен от армянских военнослужащих без единого выстрела. День города отмечается в соответствии со споряжением президента Ильхама Алиева. Агдам удалось освободить от многолетней армянской оккупации без единого выстрела и потерь. Это стало возможным благодаря победе Азербайджана по всем фронтам – и на поле боя, и на дипломатическом уровне. Непримиримая позиция президента Азербайджана Ильхама Алиева вынудили армянских оккупантов самостоятельно покинуть район, позволив избежать жертв в рядах вооруженных сил страны. Без сомнения, Агдам был бы освобождён, даже если бы агрессор не согласился бы на условия Баку. Но победа в этом случае была бы достигнута ценой многих жизней азербайджанских солдат. Мы вернулись в Агдам. Ещё раз хочу поздравить всех агдамцев с этим историческим событием. Знаю, что агдамцы на протяжении долгих лет с нетерпением ждали этого дня. И в период оккупации на протяжении почти 30 лет, а также во время Второй Карабахской войны. Отечественной войны они ждали, когда Агдам будет освобождён от оккупации. Мы с честью выполнили свою историческую миссию – освободили от врага оккупированные земли. Победа на поле боя позволила освободить от оккупации Агдамский, а также кербайджарские и лачинские районы без единого выстрела и героя, отдавшего жизнь за родину. В период 27-летней армянской оккупации Агдам был целенаправленно полностью разрушен, а его территория заминирована. Армения разграбила и сравняла с землёй и сам город Агдам и населённые пункты района. Были разрушены исторические, культурные и религиозные памятники и кладбища. В 80 сёлах района были сожжены жилые дома, общественные здания, школы, больницы, производственные предприятия. А Агдама, который был когда-то одним из самых красивых городов Азербайджана, остались только руины. Зарубежные журналисты, посетившие город, называли его Хиросимой Кавказа. Разрушенный город Агдам – свидетель армянского вандализма. Мы восстановим Агдам, все сёла. Пусть никто не сомневается в этом. Это будет большая работа. Конечно, она потребует большого труда. Но также мы проявили единство в течение 44 дней. Уверен, что проявим единство, решительность и в деле восстановления освобождённых земель. Мы восстановим все наши города. Они станут ещё краше. Восстановим оставшиеся исторические памятники в наших городах и ещё раз продемонстрируем нашу силу. За три года Азербайджану удалось проделать колоссальную работу по восстановлению былого величия Агдама. В Агдамском районе уже заложены фундамент Центра цифрового управления и учебно-тренировочного комплекса ОАО «Азерших». Центр Мугамы, жилых кварталов, административных зданий. Ведётся строительство железнодорожных линий Барда-Агдам, жилых домов и других объектов. Город также стал площадкой для проведения масштабных мероприятий. Сара Алиева, СИБИСИ Единогласным решением стран-членов движения «Неприсоединение» начиная с 2019 года Азербайджан председательствует в этой второй по величине после ООН международной организации. Благодаря проделанной Азербайджаном работе по расширению масштабов деятельности структуры, выдвинутым инициативам представительства страны движения было продлено ещё на один год. Сегодня БАКО принимает международную конференцию движения «Неприсоединение по развитию прав и повышению полномочий женщин». Движение «Неприсоединение» является второй после ООН крупнейшей международной организацией. Единогласным решением государств-членов структуры Азербайджан в 2019 году был избран её председателем. В этом году и вновь единогласным решением председательства страны было продлено ещё на один год. Это стало показателем высокой оценки деятельности Азербайджана в рамках движения. Председательство Азербайджана укрепило роль движения «Неприсоединение» в международном сообществе. Инициативы и предложения, выдвигаемые президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пользуются поддержкой как членов движения, так и других стран. Ещё в 2019-м, выступая на саммите движения «Неприсоединение», успешно прошедшем в Баку, Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан в период председательства будет защищать международное право и справедливость и строить свою деятельность на исторических бандокских принципах. В 2011 году Азербайджан был принят в члены движения «Неприсоединение». В течение короткого времени участия в движении «Неприсоединение» наша страна завоевала большой авторитет, решительно защищая нормы и принципы международного права. На состоявшемся в 2016 году 17-м саммите глав государств и правительств стран-участниц движения было принято единогласное решение о проведении очередного саммита в городе Баку и возложении на Азербайджан председательства в 2019-2022 годах. Это свидетельство уважения, веры и доверия к нашей стране. Расцениваю это как поддержку нашей политики со стороны движения «Неприсоединение», объединяющего в своих рядах большинство стран мира. И еще раз выражаю вам признательность за данное решение. Хотя первые годы председательства Азербайджана в движении совпали с глобальным кризисом в области здравоохранения, потрясшим мир из-за пандемии коронавируса, страна гибко и эффективно адаптировала повестку дня своего председательства к новым реалиям. По инициативе президента Ильхама Алиева, движение «Неприсоединение» взяло на себя роль мирового лидера в борьбе с пандемией и мобилизовало мировое сообщество на борьбу с этой угрозой. Спустя несколько лет в июле текущего года глава государства, выступая на глобальном медиафоруме в городе Шуша, отметил, что движение «Неприсоединение» за время председательства Азербайджана получило новое дыхание благодаря работе в направлении его институционального развития. «Движение «Неприсоединение» я без ложной скромности могу сказать, за время председательства Азербайджана получило новое дыхание. Не секрет, что в последнее время влияние движения постепенно деградировало, и оно превратилось практически в определенную площадку для обсуждения определенных вопросов, которые не имели особого продолжения. Мы, так же, как и к любой работе и к этой работе, отнеслись с большой ответственностью и шаг за шагом стали работать в направлении институционального развития. И думаю, тот факт, что председательство Азербайджана единогласным решением было продлено еще на один год, а по факту даже уже на полтора года, говорит о том, что наша деятельность была отмечена и она востребована. Именно в период председательства Азербайджана авторитет движения «Неприсоединение» на международном уровне еще более вырос. Усилилась его роль в решении глобальных вопросов международной повестки дня. Под председательством президента Ильхама Алиева движение стало авторитетным международным институтом, обладающим собственной позицией и местом в современном быстроменяющемся мире. Страны-члены движения «Неприсоединение» поддержали справедливую позицию Азербайджана в период Отечественной войны. В 2020 году заявление, сделанное в Совете Безопасности ООН против Азербайджана, было заблокировано семью государствами-членами движения. Аналогичное событие произошло и в 2022-м. Движение «Неприсоединение» объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя. Эльнар Алиева, Беновчин Азарова, СБС. В соответствии с указом президента Азербайджана Эльхам Алиева, сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена в освобожденное от оккупации село Забух Лачинского района. Заново отстроенный Забух из жилого комплекса «Гобу-парк-3» городовского района Баку отправились еще 25 семей в составе 91 человека. Таким образом, было обеспечено проживание 71 семьи или 291 человека. Торжество победы, добра над злом, долгожданное восстановление исторической справедливости. С такими словами, уроженцы села Забух Лачинского района возвращаются на малую родину. 30-летней разлуке положен конец, и для жителей Забуха началась новая страница в их жизни. Среди возвращающихся в родные края есть и ветераны 44-дневной войны, которые освобождали азербайджанские земли от армянской оккупации. Жители Забуха заявили, что возвращаются в родное село с высоко поднятой головой. «Не могу описать словами то счастье, которое мы сегодня переживаем, возвращаясь на родные земли. Я ветеран 44-дневной войны и благодарен всем, кто причастен к освобождению наших земель. Я уже ознакомился с условиями, созданными там, и реконструированным домом, в который мы переезжаем. Спасибо президенту Эль-Хаму Алиеву за эту возможность». «Мы возвращаемся на родные земли с чувством гордости. С того момента, как я покинул родной Забух, всё, о чём мечтал, вернуться в родные края. И теперь мои мечты сбылись. Я покидал своё родное село, когда мне было 28 лет. Мой дом был разрушен армянскими оккупантами. Но спасибо президенту Азербайджана, мой дом реконструирован, и я возвращаюсь в него». Все эти годы уроженцы Сабуха проживали в общежитиях и административных зданиях города Баку, Сумгаита и Абширонского района. От родного дома их отделяли сотни километров. Несмотря на это, сабухцы сумели сохранить надежду. На малой родине их ждут новые дома, построенные на месте разрушенных, из которых их изгнали оккупанты. На очищение территории от мин и других неразорвавшихся боеприпасов, а также реконструкцию домов в прошлом году был выделен необходимый бюджет. А в феврале этого года начались строительные работы, которые успешно завершились уже в августе. «Мы горды нашим президентом и благодарны ему за то, что он подарил нам возможность вернуться на наши родные земли, которые мы покинули более 30 лет назад. Я покидала те земли, будучи ребёнком. Теперь возвращаюсь туда уже со своими детьми. Всё моё детство прошло там, когда я училась в школе, и не могу дождаться момента, когда вновь увижу родные места». «В 1992 году мы стали вынужденными переселенцами. Тогда мне было всего 22 года. Сейчас у меня уже есть внуки, с которыми я возвращаюсь на родные земли. Наше возвращение – это невероятное счастье, которое мы переживаем благодаря президенту Азербайджана и нашим героям, отдавшим жизнь за восстановление территориальной целостности Азербайджана. Я сам ветеран Первой Карабахской войны, а мои дети – участники 44-х дневной войны. Слава Богу, мы возвращаемся на родные земли, где созданы все условия для комфортного проживания». В селе Сабух будет обеспечено постоянное проживание 96 семей или 382 человек. Возвращение бывших вынужденных переселенцев в Сабух – знаменательное событие для всего Азербайджана. Оно является ярким свидетельством непоколебимости азербайджанского народа и его искренней преданности родной земле. Инициативы, выдвинутые Баку в рамках председательства в движении неприсоединения, активно поддерживаются странами-членами организации. Нынешняя конференция, проходящая в столице Азербайджана и посвященная обеспечению прав женщин, является ярким тому подтверждением. Мероприятие, которое продлится два дня, участвуют представители ООН, ИСЭСКО, Международного фонда тюркской культуры и наследия, а также эксперты из Турции, Узбекистана, Туркменистана, Судана, России, Индонезии, Египта и других стран мира. Более подробно об этом смотрите в следующем материале на СБСИ в новостях. Роль еще одного важного поставщика вооружений для Армении желает примерить на себя Индия. Компания «Фарад Форджи», ведущая индийский производитель артиллерийских систем, подтвердила, что недавно продемонстрировала приодемонстрированные ею колесные самоходные гаубицы Марк-155, предназначенные для Армении. Таким образом, в регионе создается взрывоопасная ситуация, считают эксперты. На сегодняшний день Индия является одной из стран, оказывающей деструктивное влияние на ситуацию на Южном Кавказе. Между Азербайджаном и Арменией до сих пор не подписаны мирные соглашения. Также не решены практические вопросы. В такой ситуации поставки вооружения в Армению могут служить сигналом тому, что Ереван не готов поставить свою подпись под мирным договором. Армянская сторона ранее заявляла, что предоставляемые военные системы и боеприпасы служат только для оборонительных целей. Однако современное вооружение, такое как колесные самоходные гаубицы, зачастую не бывают строго оборонительными или наступательными. Очевидно, что Индия, в свою очередь, передерживается политики «друг моего врага – мой враг». Понятно, что Индия продает армию уже Армении исключительно потому, что еще и Азербайджан поддержал в свое время Пакистан в этой войне. А Пакистан, как известно, стратегический противник Индии. Там конфликт до сих пор продолжается. И, в общем-то, конца этого конфликта не видно. Поэтому, скорее всего, это тоже один из факторов, который подвигнул индусов, помимо того, что они хотят заработать деньги, но еще и создать противовес Пакистану. Действия Индии создают условия для возникновения угроз безопасности на Южном Кавказе. Такая ситуация приведет к уменьшению уровня доверия между Баку и Ереваном и усложнит подписание мирного договора. Поставки вооружений в попытке изменить баланс сил на Южном Кавказе приведут к еще большей гонке вооружений в регионе и усилит попытки внедрения в регион третьих лиц, в частности западных стран. Таким образом, Индия искусственно создает неопределенность и напряженность вместо того, чтобы способствовать построению мира. Армянская армия сегодня находится в таком состоянии, что, в общем-то, она практически разоружена. То есть, какая-то позиция и силы Армении должна, наверное, быть. Так они, во всяком случае, планируют для того, чтобы заключать мирное соглашение. Нам нужна какая-то более сильная позиция, скорее всего, с этих. Исходя из этого, в общем-то, и Армения закупает оружие, чтобы показать, что у них что-то есть. В 2020 году Армения уже приобретала вооружение у Индии. В частности, четыре мобильных радарных установки. А в 2022 году был подписан контракт на сумму 245 миллионов долларов на закупку многоствольных ракет-установок Пинака, противотанковых ракет и различных видов боеприпасов. Поставки оружия осуществляются по транспортному коридору через территорию Ирана. Блок экономических новостей представит моя коллега Анастасия Панарина. В настоящее время таможенные поступления составляют 35% ненефтяных доходов государственного бюджета Азербайджана. Об этом заявил помощник президента Шахмар Мевсума в ходе форума «Таможенный бизнес-2023» в Баку. Отмечено то, что увеличение внешней торговли привело к росту таможенных поступлений в бюджет. Шахмар Мевсума подчеркнул гибкость, современность, прозрачность методов управления в деятельности таможенных органов. Также позитивное влияние оказали меры по совершенствованию таможенного контроля, упрошение торговли, борьба с теневой экономикой и организация автоматизированных услуг для граждан. Кроме того, помощник президента указал, что за последние три года в экспортную корзину Азербайджана вошли 35 новых товарных позиций. Форум «Таможенный бизнес-2023» организован государственным таможенным комитетом Азербайджана в рамках мероприятий, посвященных столетию общенационального лидера Гейдара Лива. «Прозрачность таможенной системы, упрощение процедур и оптимизация расходов привели к увеличению числа участников внешнеэкономической деятельности и поступлений в бюджет. В 2015-2022 годах объем ненефтяного экспорта увеличился в 2,3 раза. В то же время в ненефтяном секторе наблюдается рост числа наименований экспортируемых товаров. Из 5700 наименований товаров 1990 идут на экспорт, а 1234 на стабильный экспорт. За последние три года в экспортную корзину вошли 35 наименований продукции, и объемы их поставок за рубеж также растут». За 10 месяцев текущего года инвестиции в основной капитал в Азербайджане выросли более чем на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Государственного комитета по статистике, в сумме капитальные вложения составили 14 млрд 258 млн монатов, в том числе 3-4 млрд 913,5 млн вложено в ненефтегазовый сектор. За отчетный период инвестиции в углеродную сферу возросли почти на 20,5%, в то же время капположения в ненефтегазовый сектор увеличились на 15,4%. Из общего показателя 59% направлено в объекты производственного значения, около 36% на строительство объектов сферы услуг и свыше 5% на строительство жилья. По итогам января-октября зарубежные инвестиции в основной капитал превысили 3 млрд 226 млн монатов, это 22,6 от общих кап вложений. Развитие взаимовыгодного торгового партнерства может нести важный вклад в диверсификацию экономик стран региона и их интеграцию в мировую экономику. Об этом говорилось на открывшемся в Баку заседании рабочей группы по торговле и гендерным вопросам специальной программы ООН для экономик Центральной Азии СПЕКа. На встрече отмечена важность расширения торговых связей стран СПЕКа и определения дальнейших перспектив сотрудничества. На сессии обсуждалось сотрудничество между государственными членами СПЕКа в процессах Всемирной торговой организации, стратегии содействия торговли и соответствующая дорожная карта. Также участники рабочей группы рассмотрели реализацию принципов устойчивой торговли, оцифровку информации и обмен документами в мультимодальных перевозках с использованием стандартов ООН. Рабочая группа обсудила приоритетные меры, которые будут реализованы в ближайшие 2-3 года. Между СПЕКом и Азербайджаном существуют многолетние отношения сотрудничества во многих сферах экономики, одной из которых является, без сомнения, торговля. В настоящее время работают соглашения о свободной торговле Азербайджана со всеми странами СПЕКа. Товарооборот Азербайджанской республики со странами СПЕКа за период 2022 года составил 1,3 млрд долларов США, что по сравнению с предыдущим 2021 годом демонстрирует рост в 3,6 раз. Развитие региональной торговли напрямую связано со стратегическими целями и приоритетными направлениями страны в рамках реализации мер по упрощению процедур торговли, среди которых уже частично упомянутые высшие программы в рамках концепции задействия торговли, расширения услуг электронных таможенников и автоматизации операций, а также регулярное развитие сотрудничества таможенных органов и бизнеса. Системообразующими компонентами процедуру прощения торговли являются такие современные инструменты, как система «Зеленый коридор», принципы единого окна и обязательных решений, внедряемые в настоящее время. Также это интеграция электронного правительства, рост онлайн-торговли, инициирование транзитных пилотных проектов, подчеркнув саммит Баширли. В СПЕКа входит Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. Цель программы – содействие развитию сотрудничества и интеграции стран-участия с глобальной экономикой. В этом году председателем СПЕКа является Азербайджан. Доходы Азербайджана от поставок за рубеж сырой нефти и нефтепродуктов в течение 10 месяцев, прошедших с начала года, составили 13,8 млрд долларов. Согласно данным Государственного таможенного комитета, за отчетный период экспорт сырой нефти и нефтепродуктов из Азербайджана составил 22 млн 268 тыс. тонн. Доля черного золота и производимые из него продукции в общем объеме национального экспорта снизилась с 49,5% до менее 47%. Азербайджанская нефть транспортируется в соседние страны и на мировой рынок по трем трубопроводам Баку-Новороссийск, Баку-Супса и Баку-Тбилиси-Джейхан. Саудовская Аравия изучает возможность продления добровольного ограничения на производство нефти. По данным Financial Times, планы королевства будут действительны до весны будущего года. Этим летом Эр-Риад добровольно ограничил до конца года свою добычу на 1 млн баррелей в сутки. Также сообщается, что энергетический альянс ОПЕК-Плюс рассматривает дополнительное сокращение ежедневной добычи до 1 млн баррелей. Ожидается, что на очередной встрече ОПЕК-Плюс обсудят новые предложения. Нефтедобывающие страны обеспокоены снижением на прошлой неделе цен на сырье до многомесячных минимумов. Между тем, советник президента США по энергетике Амес Хохштейн уверен, что арабские производители нефти не будут использовать этот ресурс в политических целях. Сотрудничество и координация между производителями и потребителями для того, чтобы предотвратить энергетические потрясения, последние пару лет были очень сильными, отметил советник главы США. Нефть время от времени использовалась в качестве оружия с тех пор, как она стала предметом торговли. Поэтому мы всегда беспокоимся об этом и работаем, чтобы этого избежать. И я думаю, что до сих пор этого не произошло. В мире ведутся две активные войны. Одна с участием третьего по величине производителя нефти в мире – России, другая – на Ближнем Востоке, где ракеты летают рядом с местами добычи нефти, а цены находятся вблизи нижней точке года. Ну что ж, к этому часу у нас пока все. Мы будем и дальше следить за ходом событий, как в мире, так и в регионе. Руфат. Спасибо, Анастасия. Анастасия Панарина представила новости экономики, ну а мы продолжаем выпуск новостей. Инициатива, выдвинутая Баку в рамках председательства в движении «Неприсоединение», активно поддерживается странами и членами организации. Нынешняя конференция, проходящая в столице Азербайджана и посвященная обеспечению прав женщин, является ярким тому подтверждением. Более подробно смотрите в следующем материале. Обеспечение прав женщин всегда находится в центре внимания государства. Об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном участникам проходящей в Баку конференции движения «Неприсоединение». Тема сегодняшней встречи – продвижение прав и расширение возможностей женщин. Азербайджанские женщины своей упорной и многогранной деятельностью в науке, образовании, здравоохранении, искусстве и других сферах вносят ценный вклад в процветание и прогресс страны, говорится в обращении главы государства. По мнению же председателя Госкомитета по проблемам семьи женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадовый, одним из важных вопросов сегодня является восстановление нарушенных прав женщин и детей, пострадавших от политики неоколониализма. Необходимо вместе бороться против стран, проводящих эту политику. Именно Азербайджан, председательствующий в организации движения «Неприсоединение» на глобальном уровне, разоблачил политику неоколониализма, проводимую Францией. Инициативы, выдвинутые Баку, активно поддерживаются странными членами организации, и нынешняя конференция не стала исключением. Азербайджан выступил с рядом инициатив, направленных на повышение роли и активности движения «Неприсоединение». Была проведена работа по обретению движения «Неприсоединение» своего места и влияния. В период председательства Азербайджана движение «Неприсоединение» сыграло важную роль в объединении глобальных усилий. В рамках сегодняшней конференции участники получают возможность поделиться опытом и рассказать о ситуации в связи с обеспечением прав женщин в своих странах. Активная деятельность Азербайджана в период председательства в движении «Неприсоединение» наши инициативы придают хороший импульс работе следующей страны-председателя. Надеемся, что деятельность, начатая Баку, будет продолжена. Гендерное равенство – важный шаг к достижению цели устойчивого развития. И конференция, проходящая в Баку, станет новой возможностью для женщин с точки зрения будущего. Такое мнение выразила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева. Страны-члены движения «Высоко» оценили бакинскую инициативу и рассказали о ситуации в связи с обеспечением прав женщин в своих странах. «Мы придаём большое значение правам женщин на государственном уровне. В нашей стране также создан женский банк. Существование в стране отдельного министерства по делам женщин является показателем того, насколько серьёзно правительство относится к этому вопросу. Представительство женщин на всех должностях, особенно в органах, принимающих решения, для нас важно. Женщины назначаются на руководящей должности. Президент Республики Зимбабве впервые назначил женщину генеральным прокурором». К миссии по расширению прав женщин присоединяется и Узбекистан. В этой центрально-азиатской стране принято около ста юридических документов. Утверждён ряд международных документов по данному вопросу. Расширение прав и возможностей женщин выходит на передний план политики Никарагуа, где была создана техническая рабочая группа по гендерным вопросам. Также с этого года в Марокко предприняты практические шаги к решению многих проблем женщин в семье. Занятость женщин стала ключевым вопросом и в Саудовской Аравии. «По инициативе нашего президента созвана вот эта конференция по проблемам женщин в движении присоединений, стран в движении присоединений. Это будет играть очень большую роль, потому что здесь идёт обмен опытом. Здесь идёт, естественно, вот я считаю, что наш опыт Азербайджана в области защиты прав женщин и детей очень для многих стран интересен, потому что мы приняли действительно очень много законов. У нас очень сильная законодательная база, есть очень хороший опыт. Уже мы видели по тому, как и с интересом присутствующие страны хотят узнать поближе, какие сделаны шаги в этом направлении в Азербайджане. Это в дальнейшем даст возможность кооперировать какие-то вопросы, больше обмениваться впечатлениями. И, конечно же, если это будет ещё больше развиваться, а я думаю, что это будет, то в дальнейшем это движение именно в защиту прав женщин может создавать какие-то единые механизмы для поддержания этих прав по всему миру». О создании женской платформы движения «Неприсоединение» президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил на встрече министров Координационного бюро в июле этого года. Реализация плана не заставила долго ждать. Для обсуждения вопросов в рамках темы конференции «Продвижение прав и расширение возможностей женщин» Баку собрал представители таких организаций, как ООН, ИСЭСКО, Международный фонд тюркской культуры и наследия, а также экспертов из Турции, Узбекистана, Туркменистана, Судана, России, Индонезии, Египта, Эмиратов и других стран. Медина Гурбанова, Жаля Гусейнова, Фарид Лачинов, Сибиси. Завершил наш выпуск новостей. Оставайтесь на CBC и слушайте CBC FM, чтобы быть в курсе событий.